Жители Якутска не раз жаловались на стройку, на которой пострадал ребенок. Речь идет об объекте на Федора Попова 2-3. Сейчас строительство там приостановлено, за стройкой никто не следит. Как сообщили жильцы соседнего дома, с самого начала строительства на объекте были видны явные нарушения правил безопасности. Это ненадежное ограждение и отсутствие какой-либо охраны. Напомню, что в конце прошлой недели 8-летний ребенок упал в строительную яму. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Репортаж Саргалана Захаровой. 25 февраля днем на пульт оперативного дежурного службы спасения республики поступил звонок на улице Федора Попова между домами 2 и 2-2. В строительный котлован глубиной 8 метров с обрыва упал ребенок. Оперативная группа немедленно выехала на место. Когда мы приехали, ребенок уже тут лежал. Ребята со скорой помощью уже его положили на свои носилки и оттащили на море по логому месту. И мы со своей группой вытащили его. Как казалось, на объект уже не разжаловали жильцы рядом стоящих домов. Буквально за несколько дней до происшествия они поднимали вопрос небезопасного соседства на собрании в управе промышленного округа. Во-первых, очень много жилых домов, дети, детская площадка находится. Этот котлован стоит уже несколько месяцев. Значит, никакой охраны нету абсолютно, никто не следит за этим. И что у меня ребенок возвращается, и сама мама троих детей. Опасения жильцов небезосновательные, не только из-за плохого ограждения. Стройка преграждает подъездные пути к соседнему дому. Осенью прошлого года, когда в нем произошел пожар, спецтехника долгое время не могла подъехать к горящему подъезду. Чудом никто не пострадал. Однако, как говорят жители, если ЧП повторится, то исход может быть плачевным. В управлении госстройжилнадзора также не понаслышке знакомы с объектом. Надзор инспектор осуществлял, получается, в июле и в августе. В июле он выходил на проверку, выявил нарушения, в том числе нарушения были по ограждению строительной площадки. Там имелись проемы, поэтому он выдал предписание с тем, чтобы обеспечить целостность забора ограждения строительной площадки. Срок исполнения был один месяц. В августе он вышел на проверку этого предписания, установил, что в части забора нарушения были все устранены. Отметим, что по строительным нормам ограждения должны быть не ниже двух метров в высоту и закрывать строительство сплошным полотном без единой брежи. Но на сегодня на злополучную стройку со всех сторон можно попасть без особого труда. Этим обстоятельством, которое могло привести к травмированию ребенка, заинтересовали следственные органы. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.